Так, оп, там катапульта Идёт сейф у нас Блин, да тут жесть просто какая-то будет Ребята, лучше подальше, отойдите ради бога Сейчас будут все получать Просто все Схему предлагается... Нет, не ведитесь на это Стреляйте, стреляйте по деке, стреляйте по деке ДК очень слабый, ДК слабый и маленький Молодец, отлично Так, стреляй по деке, стреляй по деке Оп, аааааа, он выстрелил Поги сюда, окей Ладно, убили катапульты, стреляем по туреточкам Подтягиваем народ поближе, потому что там могут быть А кого мы оставили? Троля да пару рабов, окей Так, идёт у нас один товарищ, но я его лучше Кайлом убью. Убиваем вторую башенку и готовимся к... Да нет, тут ворваться нельзя вообще никак. Подтягиваются, подтягиваются народ. Так, забрели ещё одну башню, дальше идёт следом вот эта вот. Подводим, соответственно, разведочку нашу. Ворваться опять же не сможем, там башни конятся, это как огры, это плохо. Ну, даже если ворвёмся, то вполне возможно просто очень много потеряем. Ой-ой-ой, сзади, справа, сзади. Так, вырубаем эту туреточку. Нет, лучше правую, 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 нам справа сложнее. Куда поползла, слышь? Вообще не умеет стрелять. Стреляет так. Ой, там сзади экшн. Там всего один, этот. Отлично. Постреляем по рабам. Граунд-атакой. Плохая была идея. Потому что у каноновской башни оказывается рейндж такой неплохой. Жуть. И ведь надо врываться с одной стороны. А там башни повсюду будут. Можно к дескойлу кинуть. Раз. Отлично. Пизанков замочили. Ну что, ребятушки. Поехали дальше. Стреляем разок по коннице. Ой-ой-ой, а тут сразу толпа народу выходит. Выстраиваем агроб. Стреляем. И сзади подходят, сзади подходят. Ой-ой-ой-ой-ой. И здесь, и там. И слева еще. Ёшкин кот. И здесь. И здесь. А, катапульта, не стреляй. Прошу тебя. Полученько лучше. Ребята, пора врываться. Я чувствую, момент настал. Так. Эти сюда. Ты сюда. Нет-нет-нет-нет. Нет, плохая была идея со врывом. Надо так аккуратненько врываться, если так вообще возможно. Потому что под удар туреток попадать совсем не хочется. Так, вы тоже не правы, вы не сюда идете. Здесь. О-о-о, на катапульту, на катапульту. Попадает. Там еще внизу катает. И башни. Ой-ой-ой. Да ладно. Барак надо выносить. А, там туретка еще. О-о-о, еще ежик. Надо выбивать, в первую очередь, барак. Естественно, естественно. А башенками нужно, естественно, выбивать. Выбивать каноновские башни. Параллельно ставить танк-холл сразу же. Потому что нам... Мы попали под удар героям. Жуткий рейндж. Просто жуткий рейндж. 9 кп у героя. Один рабочий остался. Во-во-во, этого товарища. А, и тут тоже каноновская башня. Ребята, кажется, я не выстою. Так, ты вот по этой стреляй. Во-во-во, проблема. Что, минус катапульта? И минус герой. Да ладно, минус герой. Просто у меня 6 хитов было. О чем я думал? Ну-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Дали мне звание мародер. ребятушки но я записался где-то там далеко ладно у меня есть возможность провернуть все гораздо более качественно не подрывайтесь ребята это развод просто развод сумасшедший микро у яс вы чисто на ребят я забыл выстрелили сразу выноси зеленого потом синего спасибо спасибо за подсказку но не нужно нам легких побед у него 200 тысяч в золоте золотой шахте бегут пизан ты чинить украины и другого так отступаем сейчас гвардовскую вырубаем сверху правда нас тут тролля будут бить ну отступай ты подлец так помните что большую часть своих войск я потерял тогда когда ворвался от не понял от чего это мы тут подошли к туреточки на расстоянии выстрела я не понял да катапульта остался дна с одной этой катапультой тяжело будет потому что зачинивают эти подлецы все и придется контролить я наверное надо по рабочим сначала забубенит так а если мы ворвем всех опять ладно зачем врываться если можно просто например убить вот этих вот рейцари для начала да вот вот куда вы все а куда вы вы же понимаете что на верную смерть идете ребята а кстати можно вот так вот сделать смотрите 1 2 3 4 5 6 7 и вот такая вот стеночка у нас получается и тогда мы абсолютно спокойно сможем поговорить ой сверху 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 ой ребята не выдержали как так получилось блин потихонечку начинается хаос это я уже понял наверху хаос внизу хаос и здесь еще подходят пацаны так ладно если мы ворвемся то у нас сразу слева будет одно справа второе такой вот вывод у нас без катапульты врыва не получится просто не получится врыва без катапульты понимаете просто вот это факт я конечно дескойлом часть рабочих попробую снять и увернулся от выстрела еще но проблема в том что там дальше туретки смотрите одна потом вторая третья четвертая пятая шестая внизу ох ты ж ёжик давайте на другое запишемся и попробуем прорваться вниз прорваться просто с телодвижениями нео нет 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 я не это имел ввиду не беги на пули ох ой как полезную бритву просто сходим нет 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 просто начинаете атаковать мирно вот всех вот этих вот товарищи всех вот эти вот козлом кроме того помним да что у нас в этом такой сплэш кэнон делает а вот они рабочий вперед опал я зря увлекся дальше так видишь сюда ты строишь вот так вот как тебя получилось почти фух внизу еще много народа но это башенный народ отлично катапульта справилась подходи без тебя тут вообще никак шагу не сделать а тут же можно по рубил делать забыл я совсем рабочими фигарить все ворвались ребятушки сейчас главное чуть поживее скорость сильно никуда не ходить сделать разведочку на туретке катапульта озадачивать атаковать кэнон а слева еще один кэнон наверное его в первую очередь надо атаковать вообще нужно первую очередь атаковать барак если есть выбор потому что из барака нет 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 все нет у меня больше катапульта и не будет скоро моего рыцаря смерти блин такие жестокие здесь люди в этом мире ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой еще валят и валят блин это трэш это просто трэш короче надо сейчас катапультой катапультой убиваем нижнего сначала нижнего нижнего башню вот это вот нет не близко уже близко слишком вот отсюда вот так дальше вторыми убиваем в первую очередь барак остальными подходим нет 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 ошибка обходи вот так вот вот так вот вот сейчас мы делаем вот это вот этих вот товарищей убиваем причем катапульта идет в свою сторону ой да тут и сверху взрыв и здесь убили и тут убили кажется стало больше чем прошлый раз черт так давайте посмотрим что мы имеем мисс так этапульта вырубает это атака будет исключительно слева значит передислоцируем гранд стоит здесь тролли подходят сюда танковать у нас будет кто нас некому танковать друзья рабочему машинку во башенка будет танковать да и у нас тут проблема сразу с этим товарищем с героем с нашим мы пробуем его увести за контролец катапульта теряем делаем дескойл справа у нас два тролля которые ни черта не делают пытаемся выстрелить ламбер мил а там футмены с грейдами с тремя сражается слабак у нас осталось не очень много вообще никого не осталось ой-ой-ой-ой ладно допустим допустим мы выстраиваем ламбер мил выстраиваем туреточки и начинаем развиваться вокруг этой этого беспредела просто Так, Гладен, раз Гладен, два Я уже не раз, блин, себе и всем доказал, что умею Создавать себе проблемы Вот, это я вообще гораст Где кто? А, вот эта вот штука стреляет Поближе тогда, что ты тут сделаешь? Один рабочий остался И если этот выйдет тоже направо, то его не останется тоже Прошу тебя, не умирай, прошу тебя Нет Так, у нас... А, вот еще есть один Рабочий Только добывать не получится, потому что башенка стреляет Отменяю башню, делаю ферму А это трэш А это трэш Но зато я захватил шахту, пацаны Сверху укреплен А как мне справиться с этой хэноноской башней? Как мне добывать золото? Ой Я же не убью эту хэноноскую, понимаете? Вообще при всем желании я не убью Ладно Хватит, соберись тряпка Ты можешь сделать следующим образом Дождаться Включить режим Нео Записаться на другое имя И сделать так Значит, ты должен дождаться какого-нибудь трупа Чтобы кинуть с него два дескойла Восстановить жизнь у этого товарища И им танковать Им нужно будет просто бегать Просто бегать, пока тролли будут стрелять Нужно сделать всё желательно синхронно У героя есть ещё одно заклинание Нет, нет у него заклинания Не исследованы Это жесть У меня нет на рабочего, он 400 стоит У меня последний рабочий остался У него 7 хитов Он никак не сможет подбывать из этой замечательной шахты То есть у меня есть 3 юнита для того, чтобы выбить эту гвардовскую кэновскую башню Кэновская башня это как бы башня, которая стреляет ядрами, сплэшем и очень жёстко Но тема в том, что хоть она и промахивается, но она всё равно периодически попадает У неё есть периодика стрельбы, поэтому можно в цикл попробовать попасть Ко мне никто не идёт Неужели про меня забыли? Ладно, давайте попробуем ворваться как Нео с тем, что у нас есть А именно, битый герой, битый тролль Очень классный, блин, Михаил придумал затейник Ладно, ты бежишь так А вы бежите с атакой Ты тоже бежишь типа с атакой Давай, сколько ты с промахом наносишь? Давай, скажи, сколько ты с промахом наносишь? О, 7 хитов, нормально У меня есть несколько выстрелов Оп, а сейчас 20 хитов А, справа помогает башня Уходи! 4 хита 4 хита, а башня немножко горит Так, можно попробовать получше это сделать Учитывая то, что нашего второго тролля убили справа Значит, если мы нападем А, тут другая башенка Беги, маленький тролль Беги, беги, беги Ой, сейчас сплошь, мы этого тролля забреем Нет, выжил Да есть же Михаил, держись Сейчас будет выстрел Нео Ну, это возможно, вы видели, да? Прекрасное знание механики игры Поехали Только не по троллю стреляй Слепый герой Так, сейчас уворачиваться надо Беги 14 хитов Рындец как попала То раз на раз не приходится, вы видели? Он то так, то сяк Звалило сразу Двумя И главное, никто не идет ко мне, понимаете? Я ни на ком не могу оторжаться Дескойлами Да, забрели А, рабочий добывай пока, че-то Я могу тебя, могу КЖК лить, рабочего Не, ребята, это практически нереально сделать Просто практически нереально сделать Что я могу сделать? Я могу сбегать рыцарем К противнику И попробовать закайлить Вот к этому товарищу Преки, закайли Правильно, правильно Без коила высасывает жизнь Поэтому у нас есть уникальная возможность Выстрелить кайлом Правда, дальше не хочется на него тратить Ой, баллист На баллистке не действует коил, кажется Да, не действует То есть заклинание проходит, а коил не проходит Неприятно Так, рабочий, рабочий Вот это хорошее, кстати Хорошее цель Это, чтобы барак строить Не обнаглевали? Вообще, что происходит в этой игре? Да-а-а-а-а-уж Прокс барак это Это же очевидно, да, Михаил? У меня есть мана на коил Мана есть Отличный коил Невко вывод А, во Все Полная жизнь у героя Это значит, что мы можем хорошо сейчас потанковать Кэноновскую башню Ребята, там экшен Как бы нам отбиться здесь Как-то я слишком много агро сорвал на себя Сходил подлечиться О-о-о-о-о Ой-ой-ой-ой-ой И сэф какой замечательный, да? Так, ладно Тролли, вы стоите здесь Дальше Минусы, 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 минусы Заходим Рабочий тоже прячется Башенки, типа, должны справиться Тролль, 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 тролль И к гетапульту еще подходит И берем батон вообще И я наполучал еще Ребята, это такой бред Вообще Это просто бредятина Не, я отбился, конечно, но Я остался с таким же количеством ХП Бебесно Я даже боюсь приманивать теперь опять А нужно ведь Нужно в кого-то кольнуть Третья вау-лай-оу-арчер Ладно, все Значит, у нас 115 ХП Надо с этим смириться И нам нужно 130 ХП снять Кэноновскую башню При этом еще на нас бегут Нет, это невозможно Нет, это возможно, но это слишком жестко Давайте я сделаю сейв Вот такой вот Да, отличный сейв Когда еще жизнь прекрасна Когда еще все нормально А, здесь же уже начинаются проблемы Насколько я помню Причем такие серьезные проблемы Но моя главная задача Это не профугать Что правильно? Катапульту А Катапульта должна что? Сразу же делать Убивать Кэнон Ага, вот у нас уже идут проблемы Так, это у нас лисклик Это у нас минус рыцарь И это у нас переигравка Товарищи, вот Надо все-таки Стандартным сценарием Играть Потому что Ну, это Это ж трындец Вы видели вообще Создал себе Называется Проблемы Реально Взял просто И на Сгенерил себе Такую Огромную кучу проблем По-другому Вообще не скажешь По-другому Так, сверху идут Катапульта стреляет Хорошо Здесь начинаем стрелять по этим Уводим Рыцаря Делаем Койл Да их Катапульту опять убивают Что у них за скрипты-то Диккие такие Просто Деньчайшие скрипты Надо вырубать По нашей проверенной схеме Беги только беги Только беги Четыре хита Отлично Вырубили Ну Так Теперь Туреточка Раз Фермы Нет еще Туреточка Два Ситуация получше Чем Предыдущая Правильно? Это трэш Это просто трэш Ворк комплит Главное под башень не попади Ворк у него комплит Вообще нужно фермы Наверное сначала сделать Было Потому что ферма делается быстро Мне как раз ферма и нужна сейчас в первую очередь Проверяем там кто когда пойдет Делаем разведку зепелином Дальше две башенки наверху ставим И возвращаемся к привычной скорости Так все поживее, побыстрее Сейчас уже можно нормальной экономикой заниматься По крайней мере золото добывать можно Фуда все равно не хватает 6-5 Вот сейчас бы хватит Отлично Сейчас ламбер мил Только где лес собирать Непонятно Ну как непонятно Берешь и Делаешь разведку вниз Ламбер мил первый Рекомендую построить здесь Пока тебя не сбрили Так же как первые башенки построить здесь Рекомендовал рабочему Так еще одна шахта Отлично Сколько здесь? 50к Просто гвардовые вышки Ой Эти каноновские вышки охраняют Все, начинается добыча Блин, неужели, а? Сейчас укрепимся Туреточка здесь Туреточка здесь У героя 4 хп Ну не все так, конечно, хорошо Но лучше, чем до этого И золото пошло Ой И этого тоже достали Надо по правой стороне обходить Вот по этой вот По крайней мере башни дальше Фух Но он стоп рабочий Как только хватает денег Строим рабов Злез у нас есть вот здесь Вот, вот здесь Вот, наверное, на этом выходе Надо ламбер мил будет Следующий построить Но для начала Пока что лес не критичен Так Проходи сюда Жизнь налаживается Я чувствую, что Жизнь уже Попроще Стала в этом мире И вот уже есть Деньги на Нон-стоп Продакшн Рабочих Я хочу отдать дань троллям На этой карте Буду строить только их Потому что они себя Отлично зарекомендовали И пройдем мы эту миссию Исключительно троллями Смирно, конечно, замечаем Я задумался Настолько будет это сложно сделать Особенно против катапульты конницы Да, маст тролли на гудгейме Начнем он потихонечку делать Грейды Но с убийством смерти Ну по-прежнему проблемы Кстати, я могу и своего сделать Могу Мана тратится А в жизни не высасывается Это подстава, я считаю Это просто подстава Так, ну и пора ламбер мил ставить Давайте его здесь Для начала сделаем Для ламбер мил нужен ламбр? Что за бред? Будем добывать тогда Куда же деваться? Мне ламбер мил нужен поближе К лесному массиву Где? Где что? Кто? Кого-то там забрили Из наших Странно это все Ладно, значит Что мы имеем? Штампуем рабов Все отлично Делаем ламбер мил Тут сразу же Тут говорю сразу же Правда это на пути К противнику А, вот так лучше Да, совсем не на пути К противнику сделал Михаил Михаил, Михаил Ну хотя видите Противника-то нет Возможно по скрипту На меня должны нападать были Именно с этой базы С центральной Поэтому Слева никто не нападает И это очень хорошо Поэтому я сейчас Фул иконами Просто Ух, это ж ежик Может ли церем пофармиться Вот на этом футмейне в частности Запишусь к этому Потеряв героя Можно Сейчас просто Так Так зафейлить Давай, иди, иди У тебя на два койла есть Справишься О Мало, конечно, жизни Вытасся Ой, опасное производство У нас У ребят Хорошо Что дальше Да дальше Денег много Собираем лес Добавляем бараки Все Вырубаем здесь Все, что Вообще катапульта Мы здесь Не проходим Давайте я троллей Вам еще покажу Чтобы не затягивать Эту игру И без того Уже Вымученную Реально вымученную Ни-то другому не скажешь Нам нужен Блэксмисс Чоп Не хватает Лимбера Нужно его Начопать Это у нас Блэксмисс Отлично Вот уже работа Спорится Мы Бравых Пионов Ой Одного Подбрели Катапульта Катапульта Наш выбор В этой миссии Как там С пищей 24-20 Мало 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 Воркомплит Это что у нас Барак Да Барак Ну вот Есть одни казармы Соответственно Катапульта Кажется Только Блэксмисс Требуется Сейчас мы Посмотрим Что в действительности Для них Необходимо Теперь Сюда Да И пошли Катапульты Они дорогие В плане леса Но ничего страшного Более того Мы им сделаем Сразу Грейт На Где Увбины Так Опять На производстве Человек умер Странно Да нет Все ровно Добавим Еще один Барак Нет Он далеко Лучше поближе Конечно Вот так Вот его добавить Когда ты ходишь Мимо туретки Ну это даже Производительность труда Должно повысить Если вот по вам Кэнон Таур Периодически Стреляет Поэтому это нормально Даже Полезно Оооо Пошли Катапульты Делаем Делаем Там ребята Ребята работают Над этой проблемой Ну все Тролли Не бойтесь Может идти спокойно Катапульты пойдут У нас Забреют Вот эту вот башенку Особо мне Рабочие вроде не нужны Потому что Ну работа спорится Все что нужно Делается Деньги Есть Правда Одними катапультами Конечно сложно будет Потому что Они промахиваются И без прикрытия Без прикрытия Их будут Очень быстро убивать Поэтому на будущее Сделаем Грейды Грейды Всего два На атаку Два На защиту Сейчас если кто-то Выпрыгнет Там Из-за леса Вот на эту Ночке Будет тяжело А катапульты жалко Потому что они же Такие ребята Дорогостоящие Можно конечно Гуаден атакой Как-нибудь Выпендриваться Правда я Все равно Троллей построил Не смог Про это Перепутал Бинт И построил Троллей Так ну что Значит Дальше у нас Защищаем низ И ориентировочно Идем Ориентировочно Идем В правый верхний угол Там База Последняя Прик-прик Ох ты Тут ребята У нас Перестали лес добывать Надо одним Поставить Где-нибудь Вот здесь Вот ламбер мелочи Да вот так Раз Раз Троллей и катапульта Отличный выбор Троллей и берсерков Заодно делаем Грейт на троллей и берсерков Опять Ламбер не хватает Но Ламбер добывается Просто как бешеный Опа Добрый вечер Очень интересная база Интересно Что оттуда Никто не идет То есть там Ребята Спокойно Собирают Это интересно Нет 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 Кто-то атакует А Турец И рыцари Пошли Да ладно Рыцари с грейдами С левела 5 Оооо Это я надолго Зои тролли Ой 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 Ребята Ребята Домой 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 Держитесь Голды не хватает Еще Ёшкин кот Рыцари Левел 5 Это Охреневшие рыцари На самом деле Очень жесткие У них 2 грейда На защиту 2 грейда На атаку Вот Делаем троллей Делаем У нас что-то мало Мало рабочих Мало рабочих Мало 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 Меня настораживает Что ребята Только-только Начали Ну то есть Ты пришел к ним На базу И сразу Начинается движуха Называется Лучше бы не заходил Надежнее было бы Переводим Рабочих На более близкий Лесной массив Делаем Грейд Троллям На дальность Подводим Нашего Замечательного героя Делаем Сейв Потому что Мало ли Подведем Героя Регенерацию Делаем Да у троллей Появится Перманентный Реген Против рыцарей Особо не помогает Но Кстати у нас леса Очень много Надо С золота Начать Собирать Так Подходим Все ребята Вы готовы? Как там с грейдами У нас? Вроде ок Дальность есть Оригены Оригены Нет Поехали О! Там столько Этих Разберут Эти рыцари А то нет Плохо У нас тоже Вроде Грейдена Атака Есть так это дальность ролям нужно бить бараки потому что нужно бить башенки и строить роли так рабочий уже начинает толпиться перевожу рабочих на эту мычку тролль-берсерк левел 6 максимальный левел 7 причем левел максимальный это который рейндж добавляет то есть не столько ритичен получается все поехали ребят поехали поехали через атаку давайте вы же вы же лучники вы же должны а для троллей соответственно на будущее учитывая скорость их продакшена нужно обязательно нужно обязательно что-то о это черт это для паладина здание ну как игры эти игры берсерки паладины умеют лечить у них есть экзорцизм насколько я помню так барак убивать барак барак самый главный барак туда ребята выходят такие вот которые сразу во они уже паладины там выходят паладины глаза светятся вовсю идет так ой моему руцарю смерть плохо барак 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 и наверху башенка все пробрили так и бараки на будущее надо ставить вообще рядышком то есть чтобы не было такого что тебе нужно скролли для того чтобы найти где там находится барак твой обязательно нельзя выделить двух рабочих и начать строить несколько зданий сразу по одному только приказы по одному так слева рабочие ничего такого это скаут башенка она довольно быстро уйдет здесь добыча идет вовсю здесь работает добыча правда мало рабочих видимо те люди которым я нажал возвращаться с золотом они вернулись в первый таунхолл и собственно там и остались собирать вполне логично если уж хотя нет не совсем логично опа паладин 7 лвла сверху на паладины по сравнению с ограми они все таки не очень так скажешь потому что bloodlust не сравним никак вообще с лечением ну просто никак если вы будете пытаться хиляться всеми паладинами даже если всю ману потратить то вас образ блогастом просто унизит здесь 20 о тут и второе смотрите за типа базы таскал наверху еще барак остался здесь тир огромное количество троллей тролли 7 лвла с повышенным смотрите характеристики сайт 6 плюс 3 девяточка дэмэдж 3 9 плюс 2 и рейндж единичка типа крутые но все равно не вот тролли они хороши против воздушных но то есть они универсальные такие они рейнджовые и регены у них опять же есть если там вас кто-то харассить будет постоянно понемножку жизни уменьшать то тролли хороши ой-ой-ой врываемся троллями это жуть жуткое зрелище душераздирающий а мы заходим 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 ребята не останавливаемся последняя база осталась самая первая базовая которая так тут еще две фермы правда вот вы ребята как раз и идите подбирайте куда откуда такие фейлы михаил как же они побежали туда то есть эту базу взять значительно было бы проще так сразу скажем две башенки обычные двордовые и народу всего человек 10 то есть кроме того нужно добрить вот эти вот фермы которые остались по центру и blacksmith затесался давайте ребята в атаку прикольно нажал через атаку вперед на видите если патруль нажал бы туда патруль действует надо патруль чаще использовать чтобы они не не бежали сломя голову патруль далеко от клавиши находится неудобно так добиваем последнее здание вроде как последний конечно верху но не менее надо и править и не забыть да патруль решает особенно для огров с бодластом я чувствую это сильно бы упростила мне жизнь бить строение как вы наверняка уже догадались сообразительное здесь увы нельзя можно было поставить еще эту шахту можно до высасывать было эту шахту чтобы очков было больше мы здесь не ради очков а ради того чтобы поинтереснее это все пройти тролли конечно жесткие у альянса у лучников альтернативные все скиллы абсолютно идентичны насколько я помню только последний скилл не регенерация а меткость которая увеличивает урон на 3 то есть в лоб эльфийские лучники значительно сильнее троллей но тролли получается выноски все вроде было последнее здание хотел справа еще что-то может быть давайте на всякий случай отправили но еще может быть табличка появится типа да это победа ясу блин капитан капитан троллей это было очень необдуманно и так значит захватите драконов как можно больше захватите гнездо драконов в горах опа нам сразу дают шахту причем неплохую с драковником мы естественно быстренько делаем билдим билдим ее разведку сделать нормальную не можем зато кстати почему у нас есть рыцарь смерти поэтому о скролл стал нормальный да нет показалось показалось он такой же бешеный как и раньше так рыцарь рыцарь но он один поэтому давайте его забреем дракону это интересно и вот уже не помню все эти миссии как вы могли догадаться поначалу прошлый так ворком плит уже лично фуда не хватает только опа наваливаются ребята кажется я зря так активно вышел на разведку потому что здесь что-то как-то что-то как-то здесь что-то просто тут все сразу в этих юнитах кажется нам нужно влево идти по сюжету а наверх можно идти за следующими шахтами там овенпостами и прочей ересью 19 лимита из 10 нам нужно еще построить несколько ферм ой 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 да ладно вот так вот сразу да значит проблема начинается еще не достроили фермы между прочим строим тогда строим там быстрее тогда по-хорошему лимит но я не уверен что нужно наламываться сюда ой 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 надо бежать отсюда потому что грицаре идет уже не убежит грицар смерти но это не герой поэтому такой прямо траги трагедии нет меня настораживает этот вот близость с базой так что скорее всего возможно возможно нам нужно идти направо потому что уж слишком укрепленная здесь получается аванпостик а здесь как раз вот такие вот более разовые ребята это значительно проще сражаться хотя он нет туретка уже зато мы лимит освободили да надо ведь позитивно смотреть на вещи тролль ох ты ж ёжик ладно значит здесь у нас типа перешей горные но не похоже это на базу это все-таки похоже больше на нечто такое ну разрозненное что ли поэтому я отправляю еще пять бравых пацанов здесь добываю лес ой писались не туда рыцарь смог расправиться ребята при всем желании диска и ламбер мил короче лесопилочка там стоит еще а у нас остается ни много ни мало 4 боевых юнита и такая весьма сомнительного свойства экономика хотя вот что касается экономики я бы не сказал потому что пища у нас хватает надо конечно же построить башню очевидно вот отсюда будут нападать ребята но минус размена вот который чине не размена тотального предательства своих войск который я только что продемонстрировал а заключается в том что они были без грейдов а стало быть ну не очень-то получается эффективно лучше через blacksmith их посейвить с минимальными потерями дальше уже как-то там забываю что есть power build то есть что можно несколькими рабочими чинить ламбер ну любое строение в общем пора построить пора построить парочку гуадан тауров это хорошая стандартная защита по соотношению цена-качество они лучше чем гранты тролли по крайней мере если говорить о негрейжных товарищах все и пара башен у нас уже есть базовую атаку я думаю мы уже собьем от объема продолжаем строить рабочих но надо думать о будущем и вот черт его знает как давайте через этих через огров через bloodlust более такой динамичный вариант развития а вот здесь очень хорошо место подойдет для строительства бараков например шахте между тем уже 25 тысяч осталось из 40 строим барак строим blacksmith максимус можно поставить в самом начале надо просто вспоминать здесь очень много всего я же не играл в battle.net expansion то есть по сети не играл в него хотя нет мы по шнурку с братом торезались не только с братом с другом по модему но все таки не battle.net вот а то что знали до этого половину подзабыли видите на ходу пытаемся вспомнить вараг достроился нет не достроился ладно ну да нам нужно направо другим это точно сейчас как blacksmith достроится сделаем стронг холд голду больше строить добывать не будем потому что здесь так уже народу опа усили ой а тут народу много ну да ну да просто потерялись конкретненько ну ничего потеряли там грантов немножко три раба сейчас четвертого сольем а он футбайн второго левела надо делать грейды надо делать бараки надо делать стронг холд надо выходить в агрох надо построить наверное еще вот такую вот башенку и вот такую вот башенку ну и идти мне нужно именно вот сюда вот уверяю вас кстати после стронг холда я смогу сделать зеппелин то есть смогу сделать разведочку неплохую у него то скоро будут раблы поэтому строим еще фирму не забываем сколько у нас там в шахте одиннадцать тысяч ё-моё это мало вот огр маунт пошел но меня настораживает то что у меня банально опа грифон грифон райдер прикольно грифон райдер классный это летающее создание со сплэш дэмэджем так же как драконы я радуюсь во во еще один грифон тут не хватает башенки ну одна башенка то убьет естественно но лучше чтоб все таки было несколько хотя бы парочка тут ее некуда ставить ладно пошли огры пошел грейд на армор еще огр еще третий барак заказывать ли эту штуку фортресс у нас денег на ограх не хватит нет мы не сможем ее заказать проблема заключается в том что мне сейчас малыми силами нужно идти непонятно куда поэтому я попытаюсь с ограми с грейдами без блат ласта получается еще один грифон но он очень быстро умирает из-за того что напоролся вот здесь как раз тролли помогают если у них была бы регенерация это изумительный ой и тут нападает и чинить постоянно нужно давайте-ка я запишусь шахты разрушилась уже шахта разрушилась последний апгрейд на атаку давайте в ограх заказываем последних надо потихонечку идти то есть здесь мы отбиваемся башенками там идем игра то не самая простая я специально по ту сторону портала взял потому что здесь реально миссии чуть-чуть повышенной сложности я понимаю что я часто ошибаюсь по сравнению с теми людьми которые более-менее активно батлнет играли я очень криво все делаю так добывайте здесь очень важно сейчас найти найти куда идти где шахта шахта нам нужна шахта жизненно необходима шахта утрет бали хаус просто хаус шахта пятьдесят девять тысяч отлично Ребятушки, подкрепа, подкрепа нужна. И нужно ещё как-то отбиться от... То есть вот этих вот ребят пробрить. То есть вот рыцари, которые выходят. И быстро вырубать бараки, потому что именно из них идёт вся чушь. Берём рабочих, берём ограв. Вот, Элевен Арчер вышел. Его быстренько вырубаем. We've been attacked. Кто это? Ой, Грифон. Мне нечем Грифонов убивать, вообще нечем. И здесь атака. А если сейчас Грифон сюда прилетит? А, он сюда не прилетит. Отступаем, отступаем, спасаем рабов. Так, вы сразу строите... Строите, строите, строите базу. Это очень важно. Причём все строите базу. Вы ищите. Так, здесь что у нас? Не достреливает, да? Так, надо построить троллей. Надо вот это вот... А, достреливает, достреливает. Нормально, не потерять главное вот эту вот штуку. Без перезаписи, конечно, сложно. Я помню, мы в детстве играли... Очень часто запись использовали. Ну, тролл... Нью тролл хир. Короче, пере... Вот что, переключаться в троллей, что ли, против Грифона? Ни фига. Ой-ой-ой. Там этот товарищ штрафует... Нехило. Ух, ты ж ёжик. Жуть. Нет? Нет, это... Этих мы оставим здесь отбиваться. Раз. Сами делаем, конечно же... О, это тут Грифонов становится всё больше и больше. Не, я думаю, нужно и троллей прогрейдить. Потому что мы слишком сильно будем терпеть. Только с ограми с Бладластом. Поэтому делаем троллей берсерков. У них просто добавится до 50 жизней для начала. И откроются грейды на более полезные вещи. Так, рабочих переводим сюда. Да, заказываем ещё рабов, потому что их явно мало. Ээээ, а чё это тут рабочие собирают? Не понял. Ребята, нужно сбить с добычей, а то он высасывает из моей... ...крычечки. Ооо, ферм нифига по себе здесь сколько. Так, ладно, после того как тролли будет сделаны, а ещё на троллей. И поставить их как-нибудь на халду за... Да, вот так вот. Да, на халду их нельзя ставить, потому что... ...башня будет. Ну то есть они... Пока у них рейнджа не будет, они будут тупить. Он жёсткий. Сразу реген надо реген заказать. Тролли ещё сюда. В ламбер-миле надо будет заказать грейд ещё. Отбились, но пизант нужен здесь для того, чтобы... А вы атакуйте кип, в котором делаются рабочие... ...ещё тролли. Здесь рейди ту ворк, соответственно, чиним туреточку. Здесь реген делается долго, но ничего. Ладно, нормализуется вроде ситуация. Выправляем, выправляем. Можно даже сделать... Опа. Ой-ой-ой. Реген, реген. И сейчас рейндж тролля. Хотя, может, улучшит... ...на дэмэдж сначала. Короче, тут нужно просто... ...занять такую позицию... ...чтобы не заморачиваться... ...и начинать атаку вот уже с этой стороны. Рабочих больше не нужно, а вот... ...ещё фермы скоро понадобятся, чувствую, с такой динамикой. ...строительство. Можно ферму внизу пока убить. Можно построить... ...вот это вот для... ...для агроф... ...штуку. Нужен всё-таки рейндж. Нужен рейндж. Вот он. Тролли вообще не слушаются. Всё, стойте здесь. Они тогда помогут и от этих отбиваться, и от тех. Но видите, не достают пока. Ну, учитывая то, что есть реген, смотри, на 23, 24. Медленный реген, по-моему. Так, что мы можем сделать? Дальше у нас огры, огры, огры. То есть, эту часть мы... ...сделаем огров магов. Дальше рейндж троллям позволит стоять за башней и атаковать грифонов. И при этом, даже если их сплэшем задевает, они будут... А, стенд граунд, это Т, а не Х. Понятно. Ещё огры. Они будут нашей ударной силой всё-таки. Ребят, давайте через патруль, как их учили. И вот, всё, есть рейндж и троллей. Заказываем грейд на атаку. И теперь вот эти вот ребята будут стоять намертво здесь. Никто им ничего сказать не сможет. Всё, переключаемся сюда. Вон грифон подходит, видите, чик-чик-чик. Ну, чего? Тролли ничего, нет? Они просто терпят. Не, они стреляют периодически. И здесь стреляют. Хорошо, молодцы, ребят. Молодцы. Правда, убивают их тоже периодически. Ну, ничего. Огр, огр, огр. Четвёртый барак для удобства. О, огры-маги готовы. Делаем бладласт. Долгожданный. Ну и отлично. Всё вообще... Ой. Двигаемся по правой части. То есть сюда сильно не ломимся. Просто довыбиваем вот эту вот базу. Доубиваем её. Посмотрим, можно ли будет выйти оттуда наверх куда-то. Ну, кажется, можно будет. Уже появился бладласт. Начинаем... Начинаем атаковать. Всё равно после патруля им снова нужно вдавать команду, потому что они тупят. Видите? Видите? Здесь постоянно нужно двигать. Так, фуда не хватает. Хорошо. Ну, зато со всем остальным мы нормальную нычку высасываем. Там мы отбиваемся периодически от караса. Здесь будем чекать, куда дальше бежать. Горы, горы, горы. Да, на башне как-то не очень. Можно катапульты, но огры быстрее. Можно руны сделать, чтобы показать вам. Так, а здесь у нас... Подбревает потихонечку, видите? То есть ролей становится меньше. Атаки продолжаются. Так что надо ещё четыре тролля подстроить, подчинить стуреточку. Так, ну, здесь остаётся несколько ферм. Мы, соответственно, будем вот атаковать дальше вот эту вот часть. Давайте, ребят, давайте, давайте, давайте. Поехали, поехали, поехали. You troll here. Переносим. Сделаем ещё, всё-таки, куреточку. Потому что она дэмэш поглощает неплохо. Ой, а кто это там посмел? Заказали четырёх троллей. С разных мест налетает. Так, ладно, всё, это игру, мы пойдём уже разбираться. Здесь Гуаден. Здесь поехала атака под Бладбластом. Избреваем башенки. Вы тоже сюда. Вы добываете атак. Здесь отбились, отбились, молодцы. Побежали, 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 побежали. Баллисты, ничего страшного. Вот удобно забегать через патруль. Забегаешь и патруль нажимаешь. Тогда они начинают бить... Начинают бить уже всех подряд. Не в какого-то одного товарища тыкать, а вот по всем. Продолжаем проламываться. Заказываем агроп. Ещё одна нычка на 32 тысячи. Очистили, можно будет сразу поставить. Плюс здесь можно штабануть дополнительные бараки, для того, чтобы подкрепа быстрее подходила. Здесь продолжают налетать грифоны. Но вместе с троллями вроде как мы... Да, фиг знает. Позиция не очень удобная. О, вот это вот неприятный момент. То есть грифоны уже начинают... Начинают бесить Огров. А, и здесь у нас нычка закончилась. Найс. Самое время переходить на следующую. По динамике всё у нас Ог тогда получается. То есть всё своевременно выходит. А задача наша найти здесь драконов. Драконьи гнёзда и прочее. Чуж для того, чтобы усилить свои войска. Во. План такой. Где тролли-то? Где тролли-то? Тролли-то, ребята, я же вас... Вот вы. Здесь держимся. Здесь строимся. Двигаемся наверх. Двигаемся наверх. Ферм не хватает. Ты чини. Ты в ферму. 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 Да. Запись. Начинаем добычу здесь нычки. Собираем разрозненные войска. Давайте, давайте, давайте. Собираемся, ребята. Тут надо всем вместе. И Огром, и не Огром. О, это нормально защищено. О, это нормально защищено. Что, ворвались так себе на самом деле, но... Ну, ничего страшного. Это нормальный размен. Нормальный размен. Ох, тут у нас еще 9 агром. Раз. Еще пара агром. Два. Браков не хватает. Разрушили Тауру здесь. Готовимся к атаке. Побежали. Ой, драконы, драконы, освобождаем их. Еее. Захватили дракончиков. Нормально. Ох. Вот они. Ну, драконами тоже. Так же, как грифонами, не стоит опрометчиво лезть на башне. Они хороши, но... А, вот этого не захватили еще. Вот это вот мы захватили дракончиков. Сейчас захватили. А, это победа, это смысл. Отлично. То есть не надо было никого там убивать. Можно было прорваться к этой теме и все. Со второго раза можно вообще игру проходить по фасу. Потому что я думаю, что даже базовыми можно как-то по окольным путям до тут добежать. Устроив все, Тирон Массу Вайд. Дали звание Мажор. Нам в следующей миссии нужно все уничтожить, как подсказывает Кэп. А, так же нам дают героя. Дают героя. Тут все. Перемешку, тролли, гранты. И, учитывая то, что троллей больше, я на них сделаю сразу же Грейд. И, на разведочку мы пойдем к нашим героям, потому что у него рейндж девятка. То есть он видит очень далеко. Как-то вообще поразительное спокойствие здесь. Прошли практически всю карту, а... Ага, вот, я понял. Так, хорошо. Не хватает фуда. Делаем второй Грейд. Делаем еще фуда. Продолжаем разведку. Он, правда, разговаривает так настойчиво. Ой, что это такое? Грейд-хон. Ой, прям к нам летит, да? Ну, хорошо, что я Грейд сделал, троллей. Тут главное, чтобы ваши не толпились. То есть, чтобы минимизировался сплэш. А, нет, он просто патрулировал в том месте. Ясно. Мы половину карты уже открыли нашим товарищам. Продолжаем открывать. Опа, здравствуйте. Двадцать. Найт левела первого, и, соответственно, герой... Ой-ё-ёй-ёй, там со всех сторон пошли. Ой-ё-ёй-ёй. Ой-ё-ёй-ёй-ёй. Ой-ё-ёй. Да, жуть просто. Что за дикий экшен такой? Кажется, тут нужно дефенс держать будет. Нехило так. От таких волн. Ладно, делаем стронг холд. Ни черта мы не делаем. У нас ресурсов немного. Ламбера не хватает. Рабочих нужно строить. Нон-стоп. Опа. Опять пришёл этот товарищ. И... Короче, получается, получается. Нам нужно... Сделать башенок вот в этих узких проходах. Соответственно, чтобы защищаться от постоянных вот этих вот грифонов. И набегов. Леды у нас пока хватает. Начинаем дубивать лес. Причём лес бы по-хорошему добывать, а вот здесь он сразу же. Потому что тут мы... Скоро очень... Вырубку сделаем полную. Да, я могу прерваться на древесину. Хе-хе. Так, всё, друзья. Я вернулся. Продолжаем. Так, здесь наверху делаем раз. Этот наверху два. Это добываем три. Этот может стать и герой. Может у нас неплохо... Кайлить. То есть он может сам по себе просто атаковать, а потом высасывать жизни ещё. Это хорошо. Так, троллей ставим таким образом, чтобы... Наслышечку. Ещё рабочую. Но нужно, нужно, нужно разведку проводить дальше. Потому что наверняка, что там есть нычка где-то неподалёку. В общем, раньше я найду её, будет лучше. Безусловно. Поэтому давайте. Терна. Ох ты, вот, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. И... Ох. Запикнул. Вот, шахта 110 тысяч. 110 тысяч. Вот куда мне нужно, товарищ. 110 тысяч. На моей полтиннике. Короче, просто. Давайте макро вырубаем. Жёсткое макро. Что у нас там? Фермы. Быстро фермы. Раз. Дрейли два. Вывод сюда. Вывод сюда. На нычку не хватает. Это нужно пробовать сразу ставить. Ещё один. Да-да-да-да-да-да. Нужно сначала сделать... Хотя, дешевле же, в периодке. Такой ситуации. Причём всякие кроли там, или ещё что-то. Просто давай, нападай. Правильно? Правильно. А мы спокойно тогда сможем построить... Вот раз. Вот два. Вот три. Вот четыре. Они вообще ненавидят рабов. Вот реально. У них какие-то скрипты, что они просто... Уничтожают рабочих. Так, нужен лес. Нужен лес. Нужен лес. Ты сюда. Ты сюда. Вообще, вот этот вот лесной массив нам нужно окучить. Потому что он самый безопасный с точки зрения положения. Давайте возьмём ещё раз, как человек на лес. Так, ты у нас идёшь и строишь халявную нычку просто здесь. Сразу же вот так. Раз, перехочешь. Ставишь нычку. Барс. Вы все, учитывая то, что здесь у нас относительная безопасность, идёте наверх. Потому что наверх могут быть набеги. Тут продолжаем строить рабов. Не забываем про то, что у нас скоро будут проблемы с лимитом. Делаем раз. Не забываем про грейды. Только не хватает ламбер на грейду. Так, и делаем ламбер мил уже вот здесь вот. Нет, вот здесь вот. В самом центре лесного массива. Это хорошо. Так, и вас вообще переводим на этот самый центр, чтобы вы не рубали здесь с лишнего. Сначала сделать ламбер мил мне по-быстрому. А потом... А куда бывает? Молодцы. Какие понятливые. Вот, посмотрите. Отлично, двумя кайлами зафиксили товарища. Делаем сразу стронг холл. Нет, у нас нет леса. Все еще нет леса. Хотя добыча идет просто адовая. Адовая. Растроился здесь холл. Да нет, нужно уже стронг холл делать. Лес довольно быстро переносит, на самом деле. Что дальше? Дальше мы делаем разведочку наверх. Геррифоны нападают с фланга. Это не так важно, потому что там башни-то все должны зафиксить. На всякий случай, подчиниваем периодически. А здесь у нас... И сейчас будет довольно большая атака сюда. А, вот сюда вот. Блин. А, рабочая эвакуация, срочно. Мы перенесли из-за вот этого здания. Ох, ты ж ежик. А, нет, герой, 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 герой. И здесь у нас геррифоны. Слушайте, а все хреново, на самом деле. Нужно быстро собирать здесь. Нужно быстро строить туретки тут. О, это баллисты. Баллисты, баллисты, баллисты. Еще герой убитый. Вы на баллисту. Стреляй пока сюда, пока можно. Беги, все, убрешь. Брэйн Диэс. Да, новые фронты, которые открылись, они мне... Совсем не кстати получились. Получается, нужно сейчас убиваться много где. Причем мы от грифонов, это всякая чушь. Опасно, в общем. Так, герой, уводим нафиг. Мы слишком дохлые. Здесь продолжаются атаки. Здесь тоже продолжаются атаки. Зима, зима, зима. Зима, зима. А найти там уже 4 левела. Проведенец. Срочно всем сюда. Это сюда. Бараки нужны. Раз. Двадцать. Трис. Четыре. Здесь две баллисты. Так, ребятушки. Сейф. Но сейчас будет жесть. Так, вы чините это. Вы сделаете вот так. Вот здесь заказываем это. Здесь поворачиваемся. Типа подходим вплотную. Между ними можно стать. Причини это. Здесь делаем гранта. Блин, блин. Трикита. Забык, как черт. Аааа. Убили. Я чувствовал, что я зафейлюс. Так, давайте рабочих берем. И пробиваем это все дело. Так, здесь. Чиним, чиним. Так, же, так, же, так. Один, один, один. Блин, короче, нужно вот это вот ламбер-мел убить. Вы не поверите, но это поможет. Тогда атаки будут идти по нижнему направлению. Правильно? А вы собираетесь здесь. Вы собираетесь здесь тогда. Собираетесь здесь, вот здесь вот. Сюда уходите. Так, вы назад. Делаем грантов. Делаем грейд на армор. Не хватает ни черта вообще. Леса нет, ничего нет. Добываем лес, пробуем. Леса не хватает. Но главное, если мы на этой нычке укрепимся, то это все ок. Качаем пока так, как качается. Грант, хорошо, то есть огур, еще один опыт, тоже неплохо. Блин, это так бесит, а они, он же по всем рабочим простреливает. Нужны тролли. Тролли, причем по той же самой схеме, только выстраивать их нужно вот здесь вот. Так, троллей мы сделаем. На фортрес у нас не хватит. Так, сверху. Здесь-то можно выстроить. И выстроим без проблем. Подстраиваем троллей. Нет, ультимативной такой штуки. Типа ты делаешь это и выигрываешь, понимаете? Тут ограми с Бладластом не обойтись одними. Так, а этому, товарищу, нам нужно пофармить... Пофармить себе жизни Дескойлом. Так, все, тролли выстраиваются. Так, вы возвращаетесь, давайте. Здесь делаем топор сначала. Тут грейт. Еще тролли. Ты делаешь барак. Ты делаешь ферму. Ты тоже делаешь ферму. Фух, да, это, конечно, испытание. Иди отжирайся. Заказываем троллей. Фуда не хватает на фермы строиться. Деплохо, конечно, отжал, но с одной стороны. Битые рыцари все. Но они уже пятого левела. Они очень жесткие. Ага, а здесь у нас тоже нападение было. Доказался, друг. Не, лучше сиди-ка ты дома. Со своими отжорами только миссии можешь провалить на все. Так, ну скоро у нас... Да, вот пошла регенерация для троллей. Еще бараки. Еще дефенс. И, соответственно, мы будем двигаться в направлении вот в этом наверх. Это очевидно. Чем двигаться будем прямо сейчас. Слева кто? Грифоны. Патрулят. Вот такие вот маленькие ручки довольно удобно убивать троллями. Потому что половина не добегает. Да, очень эффективно. Особенно, когда ты делаешь низ клик. Не, неэффективно вообще никак. Даже такие кучки грейджи добивать троллями. Потому что футмены с такими... Пятого левела. Так, мы не успеем высадить в жизни у него. Продолжаем строить фермы. Делаем грейд и такой. Усери. Усери. И заказываем фортресс. Так, эти ребята будут сражаться и успешно сражаются со всем, что там прилетает. Здесь небольшая группа, но нужно туда добавлять агров для... для танкования. Так, что-то мало веса. Нет? Да нет, нормально все. Просто на грейды много потратил. Поэтому и мало. Заказываем агров. Заказываем фортресс, чтобы сделать бладласт, соответственно. Продолжаем... чекать, что наверху. Мне кажется, что здесь еще может быть одна шахта. Потому что много свободного места. Ох, эльфы. Ну это третьего лейва, эльфы. Поэтому ничего страшного в этом нет. Так, последний грейд. Боевой на агров. Фортресс готов. Заказываем... Давайте алтарь. Можем сделать рыцарь смерти. Они, конечно, дорогие. Но вообще подходят под тему. Только надо будет сделать сразу вот здесь вот. Как он стоит? 200. Temple of Dems называется. Храм проклятых. Ну, новых юнитов хотите посмотреть. Конечно, хотите. Ой, как же тролли-то троллей унижали. Седьмого левела, казалось бы, тролли, да? Все равно как мальчик. Так, кэноновская башня. Отступаем. Берем агров наверх. Закончилось у нас золото. Переводим рабов с нижнего золота на верхнее. Вот они, заклинания. Смотрите. Я же даже забыл. Хейст, быстрота, поднять скелетов. Whirlwind, это шторм. Death and Decay, умри и разложись в русской версии. Массовое поражающее заклинание. И Unholy Armor. Без... Ну... Проплитая броня. Нет, демпроплитая. Не святая броня. Если дословный перевод. Вот. Эти ребята дорогие. Это маги, кастеры наши. Но, учитывая то, что у нас в шахте дофига народу. И рыцарь нам туда накоить. Я, наверное, попробую эту игру, эту миссию пройти именно через эти вот ребят. Они, с одной стороны, универсалы. Ну так. Более-менее. Хилый, конечно, но... I'm alive. Как Дракула говорит. Там, правда, и целая в оригинале, но... Давайте поделаем грейды нужные. Вот, Вирлвин, мне любопытно. Как он там Т, да? Агры без Блодласта. Я на них, судя по всему, в этой... В этой игре подзабью немножко. Это, может быть, и зря. Потому что здесь народу-то много. Так, Т, 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 Т. Фух, а это Р, да? Рейс, Дэд. Найс. Они-то кричат еще занятно. Золото уходит просто в тар-тарары. Отлично. Так, что у них по ходкеям? ДС, МБК, да. Можно несколько раз кидать в Вирлдвин за соточку. Он один шальной ходит по базе и убивает. Заказываем еще несколько... Вот нельзя их, кстати, кайлы можно пускать. Универсальные более миги. То есть они наносят дэмэдж и высасывают жизни. Действуют на юнитах, на двух юнитах. Так, по-разному. В зависимости от того, сколько народу там находится. Например, Дэссен Дэкей вот так вот выглядит. Убивает замечательно защитное укрепление. Просто великолепно. Я уже успел слить на это все большую часть своего золота. Добро. Давайте все-таки сделаем огров магов. И потихонечку будем... Так, Дэссен Дэкей. Вот так вот оно сгорит точно. То есть нужно, чтобы как минимум две такие... Ой, они же еще здание убивают великолепно. Класс. Неплохие, ребята. Вот, сейчас умрет. Вот они. Можно Вирл Виндов позапускать, но они довольно шальны и могут на себя. Проще, конечно, Дэссен Дэкейми убивать здание. Надежнее. Значительно надежнее. А, и дэмош у них неплохой на самом деле. Потому что, хоть и в жизни мало, но дэмош у них хорош. А, и скелетки же еще, точно. Какой-нибудь рейс дэд сейчас делать наверху. Надо трупы. А, вот они, вот они, скелетики. Скелетики это так. Давайте в бой, ребят. Бой, бой, бой. Поехали. И шахты здесь еще на 107 тысяч. Проблемы здесь развиться дальше уже никакой нет. Если ребята быстрее, чем могли, наверное, убивают здание, если... По скорости так точно. Дэссен Дэкей. Ох ты, тут Чорч и Паладины. В каком-то закутке о таком интересном... Давайте сделаем следующим образом. Юниты пробегающие через вот такой Дэссен Дэкей. У них тоже очень стремительно заканчиваются жизнью. Очень стремительно. Очень стремительно. Для того, чтобы, например, скастовать, нужно выбрать одного, обязательно одного. Потому что выберите двоих, то заклинания не активны. Куда не хватает. Это говорит скорее о том, что у нас не погибал никто. Скорее хорошие новости. Мы спокойно взяли базу, без каких-либо существенных потерь. Идем сюда ставим личку. Так вот. Ой, рыцари, ой, рыцари, ой, рыцари. Ой, лёшкин кот. Вообще контроль нулевый. Нужно дескойлы в них покидать, но... Это ещё, кстати, обычные рыцари, не экзорцисты. У рыцаря экзорцистов есть интересная особенность. Они просто... Они просто на свою ману убивают нечисть скелетов и рыцарей смерти. Так просто вот. Такая хорошая особенность. Правда, это редко применимый спелл, потому что, насколько я понимаю, в мультиплеерных играх крайне редко используются рыцари смерти. Ввиду того, что контролем... Ну вот, например, на вас бежит там толпа огров под Блодластом. Как бы на этом всё и заканчивается для рыцарей смерти. Потому что раскидать на всех койлы, причём на каждого по два раза, потому что они жирнее. Это almost impossible. А, у нас осталась только вот одна небольшая база. Сейчас хорошо, кайлайм закидали. Что? Да, мастер. Конечно. Долго не хватает. Да ладно, что у нас тут происходит-то вообще? Ребят, давайте, возвращаемся к работе. Да, здесь рабочий периодически тупят. Потому что... Потому что АИ несовершенны. Если вы перестроите рабочих, то... А, а к этим, кажется, никак не зайти вообще. То есть они под этим, под... Под лицей. Здесь нужно либо строить подрывную бригаду. Поближе где-нибудь вот здесь вот. Подрывную бригаду и... Конечно, ну, взрывать это всё к чертям собачьим. Оп. Всего это, ребята, минус. Сюда можно сделать. Готовим пока плацдарм, пока рабочие тут идут. И нам нужна вот эта вот. Вот эта вот штука раз. И вот эта вот штука два ещё разом. Причём пауэрбилдом мы её делаем так основательно. Наших рыцарей смерти гоняют. Как детей. Но, с другой стороны, больше... Там ничего не остаётся ему делать, потому что... Ну, там только грифоны из этой вот темы вылетают. Туда не зайти просто, понимаете? Просто не зайти туда. Ну, вряд ли она сейчас. Почти. Почти умер, называется. Так, и подрывники. Можно подойти ещё этого... Эльфика. Давайте, ребят, собирайтесь, собирайтесь. У нас весело. Ждём подрывников, чтобы ворваться в эту последнюю базу. Собираем народ. Что дело-то большое. Подрывники делаются долго. Попробуем снизу найти кого-нибудь. ДСМДК им подбрить. Здесь есть пара фермочек. Ага. И выходит подрывная бригада. Взрывайся. Как? Демалишь? Опа. Добава. Взрывайся. Отлично. Врываемся, пацаны. Контроль бешеный празднует. Давайте, давайте, ребят, давайте. Где? Где ваши блатласты? В очередь. А, ну и, конечно же, нужно по-быстрому снести вот эти вот здания, которые производят Грифонов. Ну так. Потому что из них, собственно, они и вылупляются. Опа. У нас привет. Один тролль кажется, не справится с этой темой. Надо сюда народ привлекать. Ну, кажется, по зданию тут все равно. Да. Нет. Еще одно здание. Как же ты выжила-то? Родное. Все, справились. Фух. Это победа. Рейдер. Слушайте, вот чувствуете, как мародер, рейдер, вот все эти названия, у Близзарда. Одни и те же люди создавали, практически. Переходят из игры в игру. Ладно, посмотрим. Великое море, третий акт. Построить пять шип-ярдов, и строить все вражеские корабли. Ой, тут же еще у нас в аркарте есть, оказывается, в этом. Водные сражения, так скажем. Здесь, кстати, я думаю, не обойтись без разведки из серии Дириж Бамбеля. Троли, правда, надо построить, скорее всего. Нет, просто рабочие штампы. Да, причем, есть одинаковые корабли. Хотя нет, они, в принципе, все одинаковые по боевым характеристикам. У Альянса это обычные, я вот не помню, как они называются, и линкоры. Обычные корабли и линкоры. Линкоры тяжелые такие, с повышенной броней. И очень высоким уроном. А у орков, соответственно, кажется, разрушители, или у куманов разрушители. И джаггернаут. Джаггернаут и тяжелые корабли. Кроме того, есть замечательные подводные лодки, сабмарины, которые невидимы, если нету какого-то детектора типа Дирижабли. И они с маленьким количеством ХП, но с хорошим уроном, вполне ощутимым. И с хорошей скоростью атаки. Фиггарет как бы из глубины. А сабмарину можно пробить через, например, какие-нибудь массовые изглинания. Или, ну, короче, эре-эффект, какие-нибудь баллисты. Граунд атаки. Опять же, Близзарды. Death and Decay. Опа, смотрите. Видели, вертолетик пролетел. Помните в третьем воркафте вертолеты? Это Flying Machine, так называемый. Это все из второго воркафта. Только здесь они были просто разведчики. Вон, Flying Machine. Кто ненавидит каталетики у Альянса? Из-за их сплача жуткого. Ультимативного, я бы даже сказал. Ну, отлично. Я тут вообще не торможу по экономике. Все, штампую на наступ рабочих. Штампую фермы. Построил тролля для того, чтобы пройтись. Оп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Да, чуть-чуть кажется, я переразвивался тут. Ну, это трэш просто. Просто трэш. Вот, это построил рабочих. Ребят, давайте, 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 все, рабочие трогаем. Вполне возможно, что это из-за того, что я офигенно смелый, вышел на разведку троллем. Из-за этого вполне возможно получил вот такие темы. А, еще есть, конечно, транспортные корабли, которые высаживают войска. А как же я про них забыл? Естественно, есть и такие. Ну, играем мы хардкорно, практически без перезаписи, если не брать в учет ту миссию, где знатники так зафейлились, пойдя штурмовать. Ну, все, сейчас я буду аккуратен. Тем более, что там рабочих-то сильно не поубивали, трех или четырех сили. Так, что нам нужно? Нам нужно по-быстрому сделать разведку. Причем, я думаю, экономнее будет сделать стронг-холд и сделать тоже флайн-мужчин. А, нет, они периодически тут сами ходят, смотри. Мачих! Не проблема. То есть мы делаем сейчас на определенном этапе стронг-холд, когда становится понятно, что у рабочих на золоте уже нормально. Уже нормально сейчас у рабочих на золоте. Вообще лес нужно вокруг шахты вырубить, для того, чтобы лучше собирали. Так, пошел стронг-холд. Мне нужна разведка. Карта, видите, не маленькая. Нужно облететь и, в принципе, увидеть, где находятся шахты. То есть здесь разведка решает. Я помню, как мы в детстве перепроходили, когда вот делали сначала во все стороны бежали, а потом уже начинали осмысленно развиваться. Ну, знаю, что где-то есть шахта, где-то что. А тут опытом пробок и ошибок довольно... То есть не наш метод сейчас. Это раньше мы были молодые и глупые с ним. Сейчас все ок. Опыт в стратегиях появился. Какой-никакой. Можно шипиарт отстроить. Но я для начала алхим... А, это гоблин Алчеймест. Это та самая алхимическая лаборатория, тоже в аркафте, которая стала нейтральным зданием. Так, а вы, ребята, рубите лес лучше вот здесь. О, сыры. Так, ну, в такой ситуации выгонит, раз они с одной стороны ломятся, выгоднее с этой стороны построить дополнительно две туретки, чтобы... Две фотонки, извините. Для того, чтобы, соответственно, не тратить жизни и здоровье, и, опять же, заговариваясь, гранток, короче говоря, а просто подчинивать периодически башенки. Где идея? Так, и пошел дирижабль. Он строится очень быстро. Схотно начну делать грейды. Добавлю, наверное, Blacksmith. Так, у нас небольшая группа войск. Прямо под боком. Большой лесной массив. Ой, нападение с разных сторон. Ой, здесь еще нападение? Да ладно. Не берем батон. Ну чего? Ой. Параг настроить. Тема в том, что я фиг отобьюсь одним троллем. То есть мне нужно сейчас терпеть тихо и строить троллей. Снизу ладно, отобьемся. Тролля берсерка заказать. И когда я протаку этого товарища, они еще на меня побегут. Вот такой вот сюрприз. Нравится? Да, я вообще в восторге. Поэтому я делаю еще башенку рядышком, потому что также делаем апгрейды. А, ну больше получается у нас никого здесь не будет на нашей стороне. То есть все, что прилетает, это прилетает при помощи дроба. А, вот он пришел. Отлично. А, это второй. Пора вписываться. Вписался отлично. Надо приманить его хотел. Приманить, просто приманить. Привет. Все, я пошел, я пошел, я пошел, я пошел. Пошел, не за мной. Блин, какой умный АИ. Мне не хочется терять настроение. Так, делаем легкие топоры. Пролетаем вниз. Я ищу шахты, как обычно. Ищу шахты. Я вижу группы войск разрозненные. Ой, нифига себе, они там все идут. Сейчас перестреляем. Здесь отбились, здесь отбились. Здесь сделали, сделали. Здесь сделали, тут делаем. Этих лучше не наезжать. Пока что много. А вы идите вот вниз. Так. Шахты пока деньги есть. Но... Ой-ой-ой, баллистов. Чините, чините. Великолепный микро демонстрирует Михаил. Просто все. Я уже вспомнил движок. Там снова идет атака. Причем вот и группы здесь есть войск, и... Во! Илвин дестройер, да. Ииски-разрушитель. Это стандартный боевой корабль. Ребятушки, это жуть какая-то. Просто жуть. Вот. И я уже начинаю вспоминать, что... Оказывается, у нас тут... Мы находимся как бы на полуострове. Вверху ничего. Кроме группы и разрушителей. Не хватает пищи. Но ничего, у меня есть что пока поделать. Можно приманить вот этих вот товарищей. Хотя... Лучше дождаться регена. Да, давайте я пролечу вниз. Делаем реген. Золотом мало. Ух ты. Довольно большая группа войск. А, идет. Тут база у него. Большое количество башен. Какая шахта у тебя тут, друг? Я скоро запилен, он умрет. Шахта у него... 60 тысяч. 60 тысяч. Нормальная тут защита. Защита нормальная. Так. Пытаться ее убить с шахты до того, как... Да надо. Там больше народу, чем... Больше денег, чем у меня. Как мы ее будем убивать? Тут микс войск, поэтому... Без болезни точно не обойтись. Ну или без... Соответственно, тех же самых... Темпларов. Ну я думаю, что надо все-таки с катапультами. Катапульты-тролли. По какой причине? Потому что тут мало... Не так много рыцарей. Главное, что много рейнджа. И есть еще корабли. Мы с... Хотя и теми тоже можно. Да, давайте будем делать грейды на катапульты. Катапульты. Пойдем сейчас. Верхних товарищей забреем. Ой. Да ладно. Берем башню сейчас. Ну мы зато отбили вот этих вот товарищей. У корабля... Атака такая же, как у каноновской башни, но жизни значительно меньше. Поэтому ее троллями убивать приятнее. Ой, Грифон еще летает. Ничего в себе. Ребятушки, тут миссии такие уже. Я... Тихо удивляюсь. Надо добавлять бараки. Желательно рядышком. Ох ты, эльфы еще. Катапульты появились. Ой-ой-ой-ой. Ладно, сделаем разведку на море. Посмотрим, может быть имеет смысл... Там может какие-то острова, и нам надо построить верфь. Делаем верфь. Сейчас с этими... С дропом хорошо... Стыкаются как раз катапульты и... И тролли. Потому что они рейнджовые. Там с кораблями могут справиться. Прикрыть, если что. Разведка летает. Гномовская. Да, называли как раз это альянсом. Альянсом. Из-за того, что представлены несколько раз... Опа, вот оно. Вот оно. Что куда мне нужно, ребята? Остров, на котором шахта на 107 тысяч. 107 тысяч. Да, он хорошо защищен, но это все можно взять при помощи неплохого флота. Так что вот наш выбор. Это несколько шип-ярдов. Вот, смотрите. Это обычный дестройер. Это гигантская черепаха. Есть еще ойл-тенкер для того, чтобы собирать, соответственно, нефть. А, вот, еще два дополнительных строения. Фаундрей, это переработчик, кажется. А, нет, вот переработчик. Фаундрей. Что такое фаундрей? Это, кажется, для дополнительных строений. Ну, для как раз же гернаутов. Ладно, продолжаем отбиваться от этого товарища. То есть, было бы ошибкой, нам сейчас на него просто ломиться, потому что народу тут довольно много. Хотя, я думаю, что по силам, в общем-то. Но проще всего занять вот эту вот центральную... Да нет, неправильно. Если мы успеем забрить его до того, как шахта закончится, там практически ничего не осталось. Там 40к мы во время атаки. Да, дилемма, дилемма, дилемма. Дилемма, что же делать? Так, у нас появился ойл-танкер. Мы можем построить здесь вышку нефтедобывающую. Также нужно построить еще одну верфь, желательно. А, и грейды же еще есть на войска. И вот появились же гернауты. Найс. Мешают добычи нашим рабочим. Эльфы. И пришел грифон. А против грифона мы можем сделать только... Джиггернауты не бьют. К сожалению. По воздуху? Бьют по воздуху только дестройеры. Ой-ой-ой. 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 Сейчас, короче, нужно подводить часть войск сюда, потому что явно после того, как меня забреет вышку, пойдет дальше. Вот, уже пришел. Пришла разведочка. И при помощи катапульта троллей мы можем отбиться. Топим, топим корабли. Кто ты хочешь? Я, Мэти? Да, капитан. Они уничтожили нас. Туда не хватает. И здесь танкер возит. Фактически это еще один ресурс, добываемый с... А, ойла не хватает. Я понял. Буду знать. То есть нам нужно... Ну, это трындец просто. Нам нужно настроить танкеров, прикрывавших... Прикрываться троллями. Здесь у нас проблемы. Потому что я немножко... Того. 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 Вот. Сейчас ставить быстро вышку. Чинить башенки. Ему надо еще башенку добавить. Нет, просто чинить нужно периодически. Хорошо, хорошо. Просто будем чинить. Добавляем танкеров. Нам нужен ойл для того, чтобы сделать дестройеров. Чтобы обезопасить добычу. Да, если бы я организовывал здесь еще атаку, меня бы задолбали. Там уже 335 тысяч осталось. Так, вы добываете золото. Вы добываете лес. Ты иди сюда. Добывай лес тоже. Так, Ид почти что сделался у нас. Сделалась добывающая вышка. Нападает справа, но проблем тут особо нет. Потому что катапульты делают просто terrible damage. По эльфийским лучникам. Вот. И добываем ойл. Соответственно, нам нужно 700 ойл на первого дестройера, который сможет справиться с грифоном. Кажется, один в один убивает даже двоих. Более часть грифонов, видите, атакуют здесь. Дальше нам необходимо что-то для штурма вот этой вот базы, а именно дестройеры. Ой, джиггернаут им нужны. Нам нужны джиггернаут. Они, кстати, по ойлу немного стоят. Всего лишь 500. Ой-ой-ой. Нам щас... Ойла не хватает. А, тысячу он уйла снимет. Как же я так увидел, что... Так, уводим джиггернаута. Потопили друг дружку. Но этот товарищ менее опасен, чем... То есть мы, я думаю, успеем... Танкеров надо настроить сначала. Ойл танкер, ойл танкер. Строится быстро, как рабочий. Тогда проблем с ойлом у нас не будет. Раз, хотя бы штук шесть еще. Да, вот, пусть я сел. Отлично. Продолжается там атаки, мне... Ну, теперь джиггернаутов пытаемся построить, но не получается, потому что у нас не хватает пищи. Блин, это вообще жесть какая-то. Просто какая-то жесть. А этот товарищ не успевает ни по кому выстрелить. Я его попровоцирую сейчас. Раз. А, тут же еще можно поворачиваться от выстрела. Или нет? А, у него грейды 5 левелов, у меня один. Немножко нечестный. То есть это понятно, что он молодец. Мне нужно тоже грейды делать. 1000 войл. Тем более, делается довольно быстро. Ну, как и обычные первые грейды. Так, короче, наша задача вот эту вот шахту захватить. Проблема заключается в том, что там периодически грифоны вот эти вот подходят и портят жизнь. Честным людям. Поэтому сейчас мы дестройеру убьем. Диггернаутами. Да. Двух выстрелов убивает с прямых попаданий. Вот, ад. Д. Д, надо ходки учить. Да, справляется один. Все, теперь мы можем потихонечку, наверное, через грейды. А, тут тут тоже еще движуха идет тающая. Фух. О, еще атака. Да. Да. Давайте заплывем за танкеры. Чтобы... Джиггернаут. Ну, чтобы прикрывать штуку. Уже третьего левела у нас Джиггернауты. То есть, вот нужно дальше делать эти грейды на защиту, потому что не требует... Ойла. Потопили. Держим справа, ребята. Вы возвращаетесь. Как там Гэмп. И еще парочка Джиггернаутов. Здесь продолжаются атаки. Жуть. Просто жуть. Тут всего лишь 2к ойла осталось. Нам будет захватывать новые месторождения. А для этого нужно сделать разведку. Во-первых, у нас закончилось золото. Что немаловажно. Делаем сейф. То есть, нам жизни необходимо как можно раньше заказать... Захватить центр. Можем катапультами погрубать. Ой, не можем. Потому что мы едут туда. Конники, конники идут. Да, подставлять троллей под ханей. Это... Это кощунство. Да, и катапульты тоже. Вот сейчас вот с Джиггернаутами мы можем попробовать постармовать эту базу. Ух ты, этот грифон. Если обычный грифон, то мы можем его просто с троллями... Подбрить. А, вот еще одно пятно. Еще есть ойл. Этот закончился. Мы, соответственно, должны взять и поставить еще одну вышку. Для добычи. Здесь нападает грифон на моего губи-у-лайн. Ну, сейчас нужно вот этими товарищами... Жуть. Просто жуть. Они мощные, конечно, но... Все равно больно. Еще пара Джиггернаутов. Нужен еще кораблик транспортный. А этими товарищами уже идти добывать с другой точки. С вышки вот, с этой вот. Плюс надо сбривать... Самое главное дэмэджи, это катапульты и... Улучшники, это вообще никто. Против Джиггернаута. А вот кэноновские башни, это да, это проблема вообще-то. Ну, дэмэджи нехорошие наносит. Я вот трошку. Добываем, добываем, пацаны. Добываем, возвращаешься подперед. О, катапульта. Берем еще пару Джиггернаутов. Берем... Дробчик. То есть берем рабочих. Кажется, 8 человек помещается в дроб. Здесь продолжаем проблевать то, что... Некоторые не достают. Хватит их черпеть. Ой-ой-ой, тут линкор уже. Потопили один линкор. Но по нам стреляют в башню наверху. И, кажется... Ой, это субмарина же здесь. Субмарина, у нас нет разведки. Одновременно с этим нас убивают в поле. Сейчас увидите субмаринку. Давай, где там разведка. Давайте, вот здесь она должна... Вот, вот она пах. Видели? Так вот. Так, заходим. Шесть рабочих помещаются сюда. Но здесь еще у нас и башни есть. И, короче, нужно штампануть еще трех Джиггернаутов. И убить защиту, которая здесь есть. Блин, да здесь проблема у нас. Заказываем троллей. Просто врывается рыцарь. И ничего ты не сделаешь. Тут грифон еще летает. И подлетают ведь. Блин. Ребята, я не успеваю. Просто не успеваю. Потопили грифонов? Потопили грифонов. А что тут? Поставь башенку. Потому что они как раз через это идут. Трик Джиггернаутов. Окей. Что нам нужно? Нам нужно убить башню, от которой здесь стоят. Причем нужно взять с собой и желательно сразу разрушители. И при этом еще нужно взять с собой разведочку. Как здесь достроилась башня? Хорошо. Живем пока. Триковать все-таки лучше Джиггернаутов. У них и армора больше. Отстреливаем вокруг острова. Все. Что можно? Вот он. Сзади подошли. Как вы этого такруете? Все, потопили. Потопили, блин. У меня дестройеров нет. Приходится Джиггернаутами отступать от этого грифона. Полубитого, полудохлого. Может, приманим к троллям. Но, скорее всего, здесь уже... А, вот Джиггернаут. Ой, в смысле, дестройер еще один есть. Сейчас добьем. Спилер, хорошо. Остается убить одну башню. И немножко войск здесь. Арк. Третий грейд на атаку можно делать. Ну, то есть второй грейд на атаку. Продон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И нужно порастреливать... А, не, нужно вообще сделать следующий момент. Во-первых, у нас закончилось... К сожалению. Закончилось еще одно поле. Ойловское. Надо искать новое. Новое вот здесь. Вот, и лучше его построить уже... Ну, там, когда... Обосновимся на этой базе. Тут заходит на базу. Убивает большое количество рабочих, которые стояло. Пробуем выгрузить рабочих. Приманиваю. Ну, чтобы этого товарища... Блин, он не поддается. Та не, это плохо, плохая идея. Стрельните в него. Ну, спасибо. А, тут еще один конник остался. Делаем быстренько башенку. Делаем гвардовскую башенку. Делаем быстренько нычечку. Так. Очень быстренько. Да, очень скоро. Наверное, после... После этой замечательной миссии... Потому что реально тут уже... Так, быстро не пройти. Вроде как, решения принимаются. Сильно не ошибаешься. Перезаписи нет, но... Так, где атака-то? А, вот. Снова гарифоны мучают наших танкеров. Можно поставить сразу же вышечку. Так, заманиваем... Этого товарища к нам. Снова наломы. Рабочих не хватает. Башни умирают. Это хаос, просто хаос, друзья. Другом не назовешь. Все дымится. Но мы начинаем добывать новую золотую шахту. Очень-очень жирную на этой карте. Очень жирную. Сразу же ставим... В одним из рабочих... Вот это вот рефайнери. Это, кажется, сюда можно... Ну, типа ламбер милы. Это только для... Для танкеров. И туда мы сможем... Приносить... Нефть. Так, ворк-комплит. Отлично. Заезжаем. Этими товарищами прикрываем. Джаггернаутом-дестроером у нас есть. Здесь еще был где-то у нас зеппелин. Но его вроде убили уже. Строим зеппелин. Вырубка леса продолжается. Причем с вырубкой леса у нас явные траблы. И также траблы у нас с тем, что... Дефенсом мало. Ну, туалетку бы построить. Снова здесь. Снова нападение, 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 нападение... ...это вот грифона. Здесь тоже атака. Канбилл хир, говорят. Да, и действительно, в грифайнере можно ойл привозить. Я угадал с этим назначением. Так, что нам нужно? Нам нужны дестроеры. Нам нужно сделать разведочку. Нужно здесь держаться, против катапульта. О, две сабмарины. Здесь справились с этим, с грифончиком. Хорошо. Ресурсы в ноль, все нормально. Ойл добывается. Правда, из-за того, что добычек слишком много. Ага, ой-ой-ой, линкоров так много. Целое флотилия. Что нам нужно строить? Лот. А, кроме всего прочего, мы же должны сделать... ...по квесту пять этих... ...пять шипьярдов. Поэтому можно сейчас совместить приятное с полезным. Нам нужно будет сражаться вот за эту точку с ойла. И здесь же большая флотилия вражеская. То есть, во-первых, убеждаемся, да, у нас сделаны все грейды. Раз. Во-вторых, добавляем еще шипьярдов. F.V. и S. Соединяемся с войсками вот ближе уже к этой теме. Вот там, где саммарины, где вот Сачушь. Правда, часть джиггернаута пришла пострелять по фермам, но и правильно, в общем-то. Так, и нам еще для квеста нужно... ...для квеста. Давай, выходи уже. Нам необходимо пятый шипьярд поставить. Так, здесь справились. Здесь все выкачали как раз в плане ойла. Идем ставить сразу же вышку-то сюда. И тут сражаемся, сражаемся со всем. С воздухом. С невоздухом. С флотом вражеским. Агрейдом уже не проигрываем, поэтому... Так, кажется, там же были скрытые сабмаринки, да? Да, вот они. Убиваются с одного удара джиггернаутом. И с двух ударов обычным дестройером. Очень битые, короче говоря, они. А, и здесь рядышком еще есть одна точка. Поэтому можно поставить и тут. Грифоны все-таки долетают. А, вот, ламбера нет. Это плохо. Где нам ламберта взять? Ну-ка здесь. На острове ламберта нет, а только золотом. А ламберта нужен в большом количестве. Начинаем собирать, соответственно, отсюда. Ойл. Подлетаем. Подходим. Давайте подстроим рабочих здесь. Потому что много. С лесом действительно у нас беда. Такая... хорошая. А, грифон еще один летит. Как не кстати. Они нормально просто покрулируют. Ойл нам уже абсолютно не критичен. Нам критичен в данный момент лес. И самое плохое, что когда вот проходили атаки, и будут проходить еще атаки снизу, нас попадут под удар вот эти вот ребята, которые добывают лес. А наверху лес осталось не так много. Хотя, наверное, стоит в целях экономии перейти именно туда, добывать лес. Потому что здоровье дороже. Я не смогу. Если я к атакам сильно не успеваю, то за рабочий там в момент вообще умирает. Ладно, двигаемся здесь в сторону вражеской плотилии. Подходим. Топим. Преявляются лимфоры 5-го левела. Нападение сейчас будет здесь сверху, здесь спереди. Тут мы достроили ламбер-мил, начинаем добывать лес. У нас сейчас сабмарины, но у нас детекторы есть. Ничего страшного пока что. Во, сабмарины. В первую очередь, конечно, их вырубать. Хватит нам этой армии, чтобы справиться. Кажется. Или в упор хватит. А там уже таунхолл вражеский. О, смотрите, джиггернаут против обычных. Бах, выстрел. Минус. Ну. Стреляй. Бах, пока не скажешь, не стрельнет. Подлец. Леса не хватает. Не хватает леса. Рабочая тупия. Слишком тесно получается. Так, ну здесь вот хоть нормально добывает. Что у нас выходит? Здесь забыли немножко джиггер... эээ... Дестройеров. Едем потихонечку дальше. Если рефайнеры закончился, ойл можно отсюда будет потом выкачивать. Да, это жуть какая-то. О, сейчас он не выдержан. Надо выворачиваться от выстрела. Потому что тут линкор стреляет. Сейчас, например, промахивается. А, наверное, промахивается. Ой-ой-ой. Ламбер не хватает. Так, зеппель не надо отдавать. Идем прикрывать нашу добывающую вышку. Тролей возвращаем, потому что они ничего уже, ничего не защищают. Потому что если приезжает какой-нибудь подлец, прилетает, точнее, какой-нибудь подлец. Ну, давайте стрелять, ребят. Стреляйте, два. Штампуем, штампуем. Хорошо штампуем. Скоро, правда... Не, не скоро еще уйл закончится. Можно было бы рефайнеры построить поближе, вот так вот. Чтобы было бы удобнее таскать товарищам. Та, давим. Так, тут еще одна платили. О, он собирается нашу вышку занять. Нельзя позволять. Такие вещи. А здесь уже заканчивается лес. Но учитывая то, что атак снизу уже практически не было, видимо, из-за того, что у меня золото закончилось. Мы можем сильно не бояться. Ой, вот платили, пошла. О, он, штамп. Та, давим, штампу. Ахой, ахой, ахой. Да, капитан. Жуть. Без пяти шипьярдов здесь... Это как, скорее, подсказка была, сколько можно шипьярдов построить. А он продолжает делать... Пытается сделать... ...вышечку здесь. Поэтому, я думаю, самый простой вариант это взять и застолбить ее за собой. Давайте, откроем бах. Так, еще два дестройера. Так, шипьярд, мы уже близко к цели. Фуда не хватает. Ну, это тоже по-нашему. Микроконтроль идет бешеный. Просто бешеный. И при этом фуда не хватает. Не могу вообще в это поверить. Так, оставшимися крестьянами идем собирать лес вниз. Уже сильно не опасаясь, что там будет. А, тут у нас грехончик стреляет. Вбиваем шипьярд, в котором делаются постоянно корабли. Вбиваем грехона. Здесь имеет смысл ландер-милл отбабахать, конечно. А тут вот, чтобы не бегать далеко. Но самое главное, что мы сейчас должны прекратить штамповку кораблей. Вот эту вот непрерывную. И, возможно, даже здесь будет что-то вроде грифонятницы. Где-то они строились. Да, вот она. Грифоница и... еще... шахта одна. Справились. Подъезжаем ближе. Вырубаем все строения, которые здесь... Арг, ты мой капитан, ты мой капитан. Так, хорошо. Дых естественных, я же говорю. Стараюсь, видишь, кликаю. Отвлекаю просто меня. Грифонят не надо как-то отстрелить. И, кажется, мне ее никак не получится отстрелить, кроме как... закинуть катапульты в дропчик. Так будет надежней. Они как раз быстро справляются с изданиями. Здесь построили ойл-рефайнери. Как раз здесь закончилась она. Начинаем добывать. Эти ребята будут прикрывать. еще одного сделал. Гада. Будет продолжать же делать. Это вот из грифа на айвари. Из башни грифонов. Ребята стараются, лес добывает. Построим им ламбер-милл поближе. Начиним его. Не хватает его. Не хватает леса. Так, катапульты в этот момент... А, катапульты тоже можно по 6 человек. Но... Разницы здесь нет. Все, и вот сюда вот приезжаем, добиваем все это дело. Тролли как раз прикроют от... От грифонов. Это снова атака. Ой-ой-ой. Так, ладно, ребят, собираемся. Это смогут сделать катапульты без вас. Хотя здание, джиггернауты тоже великолепно здание сносит. Потому что дэмэдж там полторы сотни. Что если возможно здесь все-таки... Они так же хорошо справляются, как катапульты. Все. Отлично. Значит, здесь справятся. Здесь едем дальше. Принимаем народ. А, вот почему у меня леса нет. Я забыл, что происходит после пауэр билда. Они... Неохотно собирают лес. Олес. Еще одна вышечка. Здесь ребята добивают фермы. Кринал, вот полтос стоит. Просто полтос по лесу. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я же замолчал. Еще одно пятно. В общем, скорее всего, здесь будет еще несколько групп кораблей. И, соответственно, останется только база противника, которую в самом начале мы приберегли. Так скажем. Ее, конечно, тоже будет... Надо будет взять. Но как иначе. Делаю еще джекернаутов тогда. Потопил пару саммарин. А, это победа. Вот так вот. То есть не нужно было тех товарищей даже бить. Найс. Ну что ж, друзья. Это было нелегко. Да, и ранг мастер. Фух. Игра действительно, конечно, иногда заставляет потыкать. Особенно если АПМа не хватает. Что делает черепаха? Черепаха это та же самая сабмарин. То есть она невидимая, она стреляет... Вот. А, это мастер лига, да. Точно. На самом деле мы прошли, наверное, большую часть торчей компании уже. То есть это где-то миссии 6. Из 10. Да, что будет 8 миссия. То есть большую часть торчей компании мы с вами осилили. Не знаю. Давайте... Что ли с там по... Нет, вроде смотрели. Вроде смотрели, давайте прощаться. Спокойной ночи, начало третьего. Завтра у нас будет Корея снова. Завтра будет какой-нибудь веселенький стрим, я думаю. А, и если вы еще не проголосовали за RockSkiss и Good Game, очень прошу тех, кто остался, попробуйте проголосовать в новости. Потому что мы там занимаемся вот третьим местом. Опа, что это тут у нас? Женька, давай эту миссию пройдем. Все, пока, ребята. Графика-то, я смотрю, на стриме отлично. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...